добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 am подчеркиваю до сих пор поступают звонки о том что вот слушают на 1430 там качество не очень еще раз переключите свои приемники на 1590 am это другая станция другое покрытие другая мощность другое качество ну а также на нашем на нашем веб-сайте радио nbc.com и на нашем youtube канале и наша программа продолжает час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели недавно неожиданно для всех для всего мира и для нас американцев стало известно создание нового тройственного союза сша великобритания и австралия вот об этом если можно каковы плюсы создания этого нового альянса и каковы минусы совершенно уже времени прошло не так мало с его создание в неделе две почти но страсти не утихают поэтому давайте и мы немного о нем поподробнее поговорим и обсудим что и как на благодарю паре нового за помощь подготовки выпуска и союз этот окс астралия юкей с он на самом деле не сказать чтобы устал совсем новым это своего рода такое продолжение если хотите и даже немного это похоже на юбилейное празднование союза который был заключен на в пятьдесят первом году и начал действовать году пятьдесят втором только это было энзис постралия нью-зиланд и с тогда его главными движущими силы силами за ним были австралийский премьер роберт мензис его министрами сменивший там много разных постов кабинете мензиса и бывшие дипломатом и послом в сша перси спендер с американской стороны дин эчисон госсекретарь и джон фостер далес тоже дипломат авторитетные при этом заметьте с американской стороны еще и такой двухпартийный подход так как и часам общем представлял дем партию а дали с республиканской что самое интересное в общем то одной из задач вот того договора пятьдесят первого года было на самом деле не столько какое-то обеспечение какой-то безопасности и коллективной или еще какой-то в тихоокеанском регионе сколько попытки американской администрации сделать австралию более активным игроком на ближнем представьте себе востоке потому что считалось что если удастся с ними заключить такое соглашение то можно будет в случае обострения обстановки ближний восток от места где постоянно обстановка обостряется можно будет вот австралию привлечь но не сказать чтобы вот это сработало но как бы то ни было австралийцы были только за именно за считал что необходимо просто-напросто добиваться укрепление американского влияния в регионе так как американское влияние поможет защититься и от коммунизма внутреннего внешнего и внутреннего коммунизма и прочих левых сил поэтому союз этот он был воспринят на ура и сам мензес считал это одно из своих главных заслуг полагая что это продемонстрировало еще и бескорыстность соединенных штатов которые ну в общем по его мнению ну не сказать что много выигрывали связываясь с регионом но заметим что австралия оказалась союзником достойным и например во время войны во вьетнаме хотя теоретически не сказать чтобы какие-то особенности этого договора обязывали австралию участвовать в той войне но так как австралия была в ней весьма и весьма заинтересована полагая что вот этот самый принцип домино и развитие коммунистических сил по южно-юго-восточной азии так или иначе станет угрозой для австралии все это привело к тому что тот же самый мензес он долго был премьер-министром что он при кстати говоря активной поддержки австралийцев вот сделал так что австралийские солдаты участвовали во вьетнамской войне и пожалуй самые знаменитые австралийцы часто с американцами были рядом но пожалуй самый знаменитый пример тем более что порядка 60 тысяч насколько я помню австралийцев побывали в вьетнаме 502 человек погибло и в общем и целом в ряде сражений проявили себя австралийцы очень даже хорошо если будет у кого желание посмотреть фильм такой каюсь я сам его не видел но люди которым я доверяю друзья мои очень хвалят называется danger close как раз рассказывает про австралийскую австралийских бойцов во вьетнаме и рассказывает симпатии к ним что в общем то важно британцы кстати говоря очень обиделись тогда это к вопросу о том что всем не угодишь и вы поймете почему я упоминаю сейчас но это ли еще так обиделся про себя а черчилль вот когда он пришел уже вернулся к власти он очень хотел тоже стать частью этого соглашения и был очень и очень недоволен что так соединенное королевство и осталось за его пределами но со временем в общем стало понятно что необходим как-то этот договор укреплять тем более та его часть которой нз то есть новая зеландия все более и более стал себя стала леветь и демонстрировать себя не случай стороны а когда они объявили себя полностью спорить противниками все всего ядерного и так далее то с концов восьмидесятых практически их участие в этом договоре она была но так или иначе приостановлено хотя они тем не менее в боевых действиях уже 21 века какой-то посильную помощь все равно оказывать но в целом этот самый анзас он в общем-то уже стала эус если хотите то есть австралия соединенные штаты понятно что надо было его перерабатывать обновлять и делать что-то новое и вот теперь мы с вами видим это произошло и при всей моей неприязни к нынешнему президенту у и соединенных штатов и его администрации но должен признать что во внешней политике это едва ли не первое разумное действие потому что конечно же такой союз он нужен так как сдерживание в данном случае китая но необходимо новая зеландия уже вообще не поймешь с кем она ближе с китаем или со своими былыми союзниками и напоминаю давно ходят разговоры чтобы исключить новую зеландию с другого союза разведывательного так как считается что секреты этого союза в новой зеландии не задерживаются идут в китай но поэтому мы с вами увидели вот действительно объединение британцы англоязычных стран все так опять же штаты австралия и присоединилась к ним и соединенное королевство то есть австралия теперь будет в рамках этого сотрудничества получать новые новые данные обмена в кибер пространстве постройка флота способного в том числе и подлодки способного к перед перенос к размещению на нем ядерного оружия ну в общем австралия наверное самый наиболее выигравший от этого союза участник ну как повторяю это было в принципе в пятьдесят первом году я думаю австралийцы в принципе заслужили это хотя сейчас там языка виду происходят вещи омерзительные и безобразные которые конечно же их не красят но исторически повторяю как союзник и как страна которая действительно в противостоянии с китаем может и должна играть важную роль да такой союз был нужен более того если вы помните неделю нет нет две по неделю назад мы говорили с вами про то что у байдена с австралии отношения были на нуле практически по мнению самих австралийцев ну это что хоть какие действия чтобы американские отношения с австралией были продолжались при трампе то они были очень хорошие это действительно важно вне зависимости от того кто сидит в белом доме или кто возглавляет австралию союз такой все-таки нужен но что касается королевства тут тоже понятно европа европой но основной союзник основной партнер если угодно это любом случае соединенное королевство и поэтому в приоритете конечно же должны быть договоренности именно с лондоном что мы с вами и увидели поэтому плюсов повторяю больше и даже истерическая реакция со стороны китая что там чуть ли не готовы к нанесению ядерного удара и я бы на самом деле не отнес это к минусам потому что если так и нервно реагирует человек страна на сдерживание которой то или иное военное соглашение направлена значит военное соглашение уже достигла своей цели если учесть что российская пропаганда тоже психует я ради интереса посмотрела ни одного положительного отзыва не нашел сплошь истерики какие-то но опять значит этот союз работает что касается конфликта с францией которая в последний момент вылетела из ряда соглашений то да конечно же получилось что называется не совсем красиво я это понимаю но знаете всегда кто-то должен так или иначе в союзах увы пострадать пятьдесят первом году пострадал повторяю никто нибудь вообще соединенное королевство с которыми только что войну выигрывали ну вот значит в этот раз французам не повезло это давняя кстати что интересная американская традиция восходит еще к отцам основателям тогда напомню хэмилтонянцы были за союз британии джифферсонянцы скорее за союз франции поэтому все нормально по конфликтуют и я все-таки думаю это не будет не преобразуется в какой-то действительно кризис внешнеполитический да там отзывы послов это все были но британии спокойно они там постоянно с франции друзья но какие-то локальные обострения поэтому человек которым я в этих вопросах склонен доверять а именно полковник ричард кемп по-моему главный сейчас экспе специалист даже не эксперт слова уже не очень хороший специалист по вопросам безопасности он считает что да мы с францией союзники но что союз нужен и рано или поздно с францией все уляжется я тоже на это надеюсь тем не менее есть и три я бы выделил момент которые некоторые опасения и подозрения вызывает но момент 1 да он конечно же субъективный поэтому я не буду даже сильно на нем останавливаться тем не менее пользуясь служебным положением я его озвучу судя по некоторые риторики со стороны байдена пелоси и же с ними и джонсона увы есть опасность что та самая северная ирландия который мы регулярно с вами говорим и надеюсь мне удалось вам передать хоть какую часть моей симпатии к этому месту что ею могут пожертвовать чтобы задобрить ту же францию задобрить евросоюз да и среди демпартии в основном больше демпартии хотели среди республиканцев тоже такие нездоровые настроения есть вот это вот одержимость единой ирландии с одной стороны которая высказывает ирландское лобби в америке и периодически байдена и одержимость от той же той же объединенной ирландии как части с которые периодически озвучивается штаб-квартире евросоюза вот есть опасность что это произойдет и уже сейчас северной ирландии так в плену евросоюза связи с соглашениями о которых мы еще будем говорить и вот есть у меня такая папа здесь такое опасение ну посмотрим момент 2 пожалуй самый серьезный это что вот после того как договоренность была этот союз был заключен джонсон выступил с речью которая звучала как ухудшенный вариант истерик от грета тунберг и я поверьте не преувеличиваю потому что опять изменение климата глобальное потепление надо с ним бороться если в результате союз будет ориентирован не на реальные проблемы вроде китая опять же на глобальное потепление изменение климата и так далее то тогда конечно же под большим вопросом его действенности и эффективность или если в обмен на какую-то помощь соединенных штатов военную или экономическую или да какую угодно байден и компания будут требовать австралийцев и британцев вот все новых и новых идиотских мер то тогда тоже есть над чем обеспокоиться потому что будет уводить вопрос совершенно в другую сторону джонсон сам хорош прямо скажем он какую-то зеленую ерунду уже лепится достаточно давно о чем вызывает серьезное раздражение у многих в соединенном королевстве но это что сразу после повторюсь заключение договора он опять оживился и опять стал все это рассказывать в общем это например слегка настораживает смотрю я австралийцы которые как и сказал очень довольны этим договором австралийцы консервативных взглядов они тоже это опасение высказывают что если байден теперь сядет им на шею и будет навязывать какие-то там опять налоги и какие-то еще действия которые сильно ударят по австралийским рабочим а это опасность есть но тогда тоже договор который повторяю они одобряют он может оказаться им для них и достаточно небезопасно ну и последний третий момент самый конечно субъективный тоже но не в такой степени как первый там субъективный заключалась именно в моей позиции здесь объективность потому что она связана с определенными людьми так вот я конечно же армию американскую и британскую и австралийскую уважаю но пока руководстве остаются такие джентльмены как генерал милле у меня опять же есть очень большие сомнения смогут ли эти люди ситуации которая так или иначе может сложиться из-за конфронтации связаны с этим договором смогут ли они распорядиться правильно тот самый дальность которого я сегодня уже упоминала он сказал что знаменитые высказывание еще 56 года что-то бринк мэн щип то есть политика конфронтации она необходима если вы не умеете и пользоваться дело закончится войной если вы боитесь дело закончится позор ну вот я не вижу к сожалению генерале милле надеюсь другие есть более конечно приличные люди в американском командовании все-таки это он просто так засветился людей которые вот случае кризиса себя поведут так как нам бы того хотелось они будут рассказывать китайцам что и как якобы для того чтобы уберечь мир и на самом деле только усложнив ситуацию и сделать мир еще более опасным поэтому нынешний крен армии генералитет в сторону потому что тоже политкорректности и какой-то полит конъюнктуре политической он тоже может стать вот кризисным так что эти три момента меня смущают но в целом плюсов больше и завершая выделю еще наверно один потому что его не упомянул это позволит нам перейти к последнему если успеем на сегодня сюжету что к тому же он еще может позволить помимо вот тех трех стран которые назвал а может помочь другому важному союзнику в регионе именно азиатском именно японии потому что я смотрю японцы уже готовы как раз выступать такими посредниками чтобы сглаживать конфликты с францией это конечно сложная структура но почему нет японцы довольно вот этим союзом то есть окос и если они еще им удастся быть посредниками в управлении как возникшего конфликт с францией которая повторяю уверен будет выправлен то тогда вообще все как видите в общем и целом себя оправдывает все срабатывает есть союз против китая есть возможность дипломатически укрепиться японии ну а союзникам с континента стоит в общем-то понимать что надо все таки стараться быть поактивнее и из угождать некрасивое слово но здесь я его использую в другого все равно не получится стараться быть более активными союзниками но понимать что интерес англоязычных стран они иногда могут быть важнее но проблемы я тоже назвал не буду их перечислять вот пожалуй такой мой взгляд на этот нынешний тройственный союз если сергей с чем-то согласится или это или добавит с удовольствием передам слово я пожалуй соглашусь с вами иван и напомню телефон студии 847 4005 200 если у кого-то из наших радиослушателей возникли вопросы пожалуйста звоните и задавайте сейчас мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления если будут вопросы сразу после рекламы можете позвонить и нам постарается ответить ваши вопросы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 ну а теперь к одному из наиболее популярных политиков республиканцев ронды сантис совершенно верно знаете опять видел этот интересную параллели в консервативной прессе раз сегодня говорим о так или иначе о в особых отношениях сша и британии так вот в британии как вы знаете есть такая система так называемый теневой кабинет то есть оппозиционная партия она создает свой собственный кабинет который так или иначе все в основные проблемы трактует по-своему высказывает свою оценку согласие несогласия с тем что делает кабинет реально то есть в реальности но они конечно же никакого влияния не оказывают серьезного но позволяют гражданам сравнивать чей подход лучше и вот получается что по пожалуй удивительный момент у нас у вас да и у нас у всех в результате вот есть теневой президент это десантис потому что действительно он является постоянно находится в центре внимания если мы говорим о республиканских консервативных политиках и так или иначе все в общем и целом меряется и я говорю понимаю есть трамп но трамп он все таки не лицо на данный момент не наделенные никакими полномочиями десантис как-никак человек действительно у которого власть есть исполнительный поэтому он может не только высказывать свои какие-то оценки важные но еще и действовать поэтому теневой президент на сегодняшний день это именно он и каждое почти его действие действительно приковывает к себе повышенный интерес ну и поэтому вроде бы обычное такое казалось бы просто официальное мероприятие она на самом деле я считаю очень важная и не только для соединенных штатов но и здесь уже могу смело обобщить для всех нас кто испытывает отвращение к коммунистической системе коммунизму во всех его видах и разновидности дело в том что на прошлой неделе десантис наградил высший я понимаю награды штата губернаторской медалью свободы феликса родригеса родригес личность легендарная он за годы службы в цру и американской армии воевала с коммунистами но во всех возможных и наверное невозможных местах под возможными местами я подразумеваю прежде всего конечно же то что он участвовал и в операциях против режима кастро то что он его пожалуй самая знаменитая операция участвовала в поимке че гевары известного уголовника и террориста и более того он кстати говоря был ты должен был его вывести нам об этом говорили из боливии но тогда в боливийском правительстве были нормальные люди и они решили что чем скорее избавиться че гевар тем лучше но и деятельностью тогда в центральной южной америки родригес не ограничивался потому что он воевал во вьетнаме где проявил себя только с наилучшей стороны и где был отмечен свое геройство он участвовал потом в боевых и разведывательных операциях уже восьмидесятые годы в центральной америки например в сальвадоре ну в общем куда ни посмотри человек действительно последовательно боролся с коммунизмом под местами казалось бы невозможными я назову на самом деле сенат потому что известно что была данная сейчас продолжается такая масштабная кампания по клевете на родригеса чего там только ему не навешивали вплоть до того что якобы он участвовал в убийстве агента офицера агентства по борьбе с наркотиками хотя все это казалось неправдой и был момент когда небезызвестные сенатора тогда еще джон керри возглавляла комитет там с длинным названием по который имел свои цели расследование политики рейгана в центральной америке вот тогда на основе году 87 насколько я помню на основе показаний весьма и весьма мутного товарища тоже куд бандита специализирующего по отмыванию денег то против родригеса выдвигались обвинения что он там тоже был задействован в наркоторговле и так далее родригес кстати говоря мог отказаться выступать перед конгрессом мог воспользоваться своим правом так или иначе молчать но нет он там был и во время слушаний произнес историческую я считаю фразу а именно обращаясь керри он сказал что эти слушания для меня очень сложные потому что я должен отвечать на вопросы человека которого не у совершенно не уважаю очень хорошая нам будет характеристика мистера керри по итогам кстати слушание керри так скрипя сердце стиснув зубы даже почти извинился сказав что он в общем то верит тому что родригес сказал но об этом если вы поищите биографические данные практически нигде не говорится а вот горы клеветы на великого американцы я считаю великого родригеса это вы найдете сполна я вот тоже всякого мусора пока готовился к передаче смотрел что вообще про родригес пишет начитался будь здоров но повторяю еще раз это все известные вам фейки и просто атаки либеральных сми на человека который боролся с коммунизмом и всю свою сознательную жизнь родригес кстати прекрасно понимает опасность того что происходит сейчас и получая медали он не просто поблагодарил естественно за ее за то что он удостоен этой награды но еще и предупредил что вот та самая зараза против которой он воевал она увы проникает в америку и что надо всем ей противостоять активнее участвовать в политической жизни голосовать 2022 году потому что социалистический режим его нельзя допустить и родригес рисковал жизнью конечно же совершенно не для того если говорить о моем мнении почему я так акцентирую свое внимание на этом вопросе то знаете мы привыкли все что когда приходит пора в раздаче премии наград и тому подобных побряку шик то получается что их обычно выдают либо публике заведомо левой либо если их вроде бы под этот достойным то со стороны так то выглядит но знаете зачем человек эту премию берет или награду и оказывается в такой вот дурной компании так что в принципе конечно же все награды но не все но очень многие они очень очень сильно дискредитированы это что десантис награждает родригеса то есть символ борьбы с коммунизмом более того конечно же не хотелось бы опять эту тему затрагивать но видимо придется человек латиноамериканского происхождения и который отнюдь не агитирует за какой-то там южноамериканский социализм или коммунизм а напротив всей своей жизнью показывал нам как с ним бороться и который насколько я знаю не особенно раскаивался помню где-то по крайней мере такого не встречал и вспоминая свои свою борьбу с коммунистами во вьетнаме хотя принято вроде бы считать что да за вьетнам всем надо каяться и извиняться но не надо этого делать конечно же ни в коем случае вот это награда она таким образом становится весьма и весьма символичной и показывают что борьба с коммунизмом она все-таки может принести вам не только моральное удовлетворение но и признание пусть даже не президента а теневого президента но это уже уже показатель родригесу лет много он 41 года рождения но тем не менее давайте все-таки пожелаем ему здоровья и я так выскажу наверно надежды многих что все-таки пусть от церемонии она года через три не через три вряд ли через четыре пять лет повторится только уже с теми же участниками я имею ввиду десантиса и родригеса только уже родригес будет получать медаль свободы не губернатора а президента вы знаете такая награда тоже есть и я уверен что родригес ее более чем заслужил но человек который вручал ему эту медаль по моему мнению более чем заслужил того поста где он сможет давать президентскую медаль свободы но вот пожалуй так здесь наверно тоже я приумолкну если сергей что добавит или есть вопросы то с удовольствием передам слова или слушаю вопросы если останется время мы еще вернемся к спецслужбам как таковым а пока к выборам японии да совершенно у нас выборы кругом выборы никуда мы от них не денемся на прошлые недели помнится выборы проходили и ничего хорошего нам не дали кстати в канаде тоже как следовало ожидать победили либералы то есть опять общее по общим голосам консерваторы ну как мы с вами при примерно и ожидали а исходя из канадской системы кто больше в как ковкой провинции набирает голосов в парламенте тот и победитель все таки остался остались либералы во главе с этим удручающим вечном юношей трюдо хотя бы него опять правительство меньшинства но утешение все-таки слабо ну вот про германские при немецкие выборы я вам к сожалению или к счастью ничего сказать не могу вот честно признаюсь на них времени не было за ними следить но думаю вы без меня все знаете а вот давайте посмотрим опять на японию тем более ну чего уж там люблю я японию в японии выборы у нас такие в этом году из двух частей из двух ступеней если угодно сейчас то есть уже в конце начале следующей недели пройдут выборы главы либерально-демократической партии а в ноябре пройдут уже общие выборы которые определят какая партия станет правящей на ближайшие годы в японии хватка либеральных демократов весьма и весьма сильно и бывали случаи конечно же когда они проигрывали но в основном в послевоенной истории они оставались остаются главной силой тем более у них там еще такая в парламенте довольно сильная коалиция с некоторыми другими партиями поменьше там коми то такая партия поэтому велика вероятность почему такое внимание внутри японии и среди журналистов аналитиков которые следят за азиатской политикой приковано именно к выборам внутри партийным что скорее всего всякое может быть естественно мы ни в чем не можем быть уверены но скорее всего человек который станет главой либерально-демократической партии уже в ближайшие дни он останет и следующим премьером здесь довольно сложно мне при 4 кандидата есть основные и определять какие-то симпатии довольно сложно потому что повторяю японию я весьма и весьма уважаю и японских политиков тоже но увы вот это вот общее безумие прежде всего в экономической сфере которая хватило условно говоря правые партии крупные по всему миру она коснулась и японии и если каидзуми еще отличался каким-то стремлением к отказу от регулирования и к отказу и до их приватизации то постепенно все это еще больше и больше идет на убыль еще с а бы связывали какое-то дорегулирование но от нынешних четырех кандидатов уже ждать его сложнее выбыл из игры если хида суга который в общем то стало ну я считаю показал себя с хорошей стороны он в прошлом году заменил а бы вот на таких же срочных выборах и главное его заслуга это что он провел такие олимпийские игры хотя я не люблю олимпийские игры но провел их и достаточно успешно это что она не позволил он делал все на самом деле чтобы экономику так или иначе развивать в условиях к вида старался добиться того чтобы какие-то посягательства на свободы были минимальными и на все попытки призывы устроить в японии локдауны и тому подобные вещи он давайте в этому противостоял говорят что японскому народу такое не нужно поэтому вроде бы казался таким партийным бюрократом но на самом деле показал себя я считаю достойным человеком но вы вот именно такая оппозиция привела к тому что у него очень низкий рейтинг поэтому он не будет участвовать в выборах а жаль полагаю и так кто же у нас кандидаты основной кандидат и фаворит это тару кона он тоже сменил много разных постов и на данный момент как раз числится главным по по вакцинации его падеж у него наибольшая поддержка по опросам избирателей и он вроде как производит впечатление человека который умеет общаться с прессой который умеет организовывать себе поддержку среди повторяю прежде всего японцев ну и при этом а он воспринимается как такой ну и может не то чтобы даже либерал сколько такой человек не вполне вне истеблишмента а такие люди вы сами знаете достаточно популярны кона в основном ориентирован тоже на какие-то огромные затраты правительственное что меня не слишком радует и на то чтобы так или иначе отказываться от ядерной энергии по крайней мере он такое говорил что меня тоже не очень радует но зато кона вроде бы человек который всегда хотя его называют азия центристом но был заинтересован в сотрудничестве соединенными штатами что на данный момент я думаю принципиально фамио кисида второй кандидат тоже с богатым бюрократическим прошлым он как раз кандидат от истеблишмента и кона был помнится министром обороны а кисида был министром иностранных дел и он как раз кисида я имею ввиду всегда считался таким голубем человеком который ориентирован на переговоры на мирное урегулирование но учитывая последние события то все отмечают что сейчас кисида заговорил уже как такой ястреб и что он говорит много об опасности китая и что будет ориентирован на укрепление японской боевой мощи но это же уже как само собой разумеющиеся добавляю правительственные расходы и так далее их скорее всего повышение налогов что мне тоже совершенно не нравится но повторяю что есть то есть и чем эти выборы тоже отличаются там весьма две колоритные дамы то есть раньше женщины так или иначе пытались пробиться к руководству власти и соответственно лидеры японии в этом году вот тоже они есть я правда считаю что они вряд ли станут лидерами но например со на это к этим не очень даже симпатично то же самое я не буду говорить о том что она консерватор в нашем понимании этого слова хотя из этой бравой четверки которые сейчас претендует на пост главы либерально демократической партии и премьерства она самая консервативная но она консерватор как сторонницы и традиционалисты ник не в экономике японские традиции японская военная мощь и уважение в японии превыше всего то есть она такой тип консерватор националиста но я на самом деле считаю что это очень даже неплохо женщина такая яркая к тому же она в молодости еще играла в рок-группе на барабанах деталь но почему-то мне это тоже добавляет к ней симпатии риторика ее пока виду мне не очень нравилось честно признаюсь там тоже она была за всякие ограничения и так далее и тому подобное но учитывая что сейчас там на спад пошел к вид по последним данным будем надеяться что она утихомирится за ней стоит сам оба считает что она его ставленница и поможет ли это трудно сказать но кисиде икона она проигрывает и последняя кандидатка это сейка нода это пожалуй самая такая либеральная из всей этой четверки хотя говорил икона вроде бы так числится не таким консерватором как такая эти но вот но детка кону это мэрик такой да если используется слово кисида establishment такая цвет консерватор она да это либералка за которой поддержка меньшинств продвижение женщин и так далее так далее так далее то есть все вроде бы неплохо но я не уверен что это то что японии сейчас действительно важно поэтому я полагаю что у нее больших шансов нет хотя пресса либеральная естественно больше всего любит ее и если выбирать если кого бы они хотели представители этой самой либеральной прессы такая теле моду они конечно выбрали сейка ноду но я все-таки полагаю нам с вами стоит болеть за такая те ну консерваторы нам всегда с вами симпатичнее даже если мы в чем-то с ними не соглашаемся у ноды пожалуй таким образом внутри партийная поддержка наверня особенно серьезная но вот поддержка либеральных представителей партии и либеральный пресс то есть в общем так с японской основательностью мы видим все в общем раскладывается вот очень даже аккуратно очень даже основательно если говорить о международных отношениях на сказал про кона что его победа скорее всего будет только укрепит отношения соединенными штатами да в принципе честно сказать любого победа любого кандидата наверняка пойдет отношением на пользу японцы люди умные они прекрасно понимают с кем ссориться не стоит а вот с китаем тут конечно посложнее здесь ну наверное вот кисида и такаити были бы более предпочтительными как люди которые действительно намерены китаю противостоять поэтому посмотрим что и как вот пристрастие избирателей они выстроены так как я и сказал кона фаворит кисида если как развернется дело внутри партии такаити увы маловероятно даже несмотря на ее поддержку но да ну вот здесь я если честно совсем не верю в то что она окажут победит но и самое главное что я этот момент уже не раз вам отмечал и отмечу еще раз либеральная демократическая партия японии она будет конечно же сотрудничать с байденом из его администрации но исторически она не любит демократов и считает демпартию слабый и не очень надежным партнером поэтому и лишний повод нам поболеть за того человека который не просто победит и станет возглавит либерально-демократическую партию но еще и приведет ее к победе на выборах во всей японии потому что пусть лучше там будет партия которые видят своими главными союзниками консервативную америку они либерально повторяю еще раз при всех особенностях либеральные демократы это союзники американских республиканцев и консерваторов поэтому я так много времени и мы уделяем мы здесь видимо да и все-таки умолкну если опять вопросы или у сергея из дополнения то передаю слов чуть-чуть в сторону китая режим здесь председателя пытается уверить на что китай не является нашим потенциальным противником а всего лишь мы с китаем соревнуемся в области экономики в то же время бывший посол о китая в оон ша цзукан он заявил о том что китая следует пересмотреть свою давнюю политику о неприменении ядерного оружия по мере того как сша образует новые союзы и увеличить свое присутствие потому в зоне интересов китая насколько это соотносится а мы знаем я смею предположить что по подобного рода чиновник ходе бывший посол но без санкции с самого верха от иском партии навряд ли смогу паду нечто подобное произвести произнести значит это санкционировано так вот насколько это соотносится с убийств утверждениями нашего нашей администрации что китай не является нашим потенциальным противником но это никак не соотносится просто-напросто неправда и понимаете это опять какая-то чисто ну да я все-таки больше демократам свойственно такая шизофрения я бы даже так назвал когда с одной стороны заключается вот военный договор имеющий целью противостояние китаю а с другой стороны нас хотят заверить что на самом деле китай но это такие вот милейшие граждане которые просто как заметили вот ну просто экономически там есть какие-то с ними разборки конкуренции так далее и тому подобное тут как говорится не бывает так если экономически просто проблема то союз надо сразу же распускать вот этот самый из которого мы начинали передачу если этот союз важен то надо признать что от китая исходят реальные угрозы а и туда и туда но это как старой мудрости что на двух стульях не усидишь ну никак давайте попробуем все-таки принять звонок добрый день пожалуйста в эфире вот сегодня произошел опять рост цен на нефть могли бы вы сказать какие причины такого постоянного роста но тут помощи понятно поле я не хочу все валить на беда но ничего не могу поделать если мы видим что байденс делает все чтобы связать по рукам и ногам американскую энергодобывающую промышленность и сделать америку зависимой от стран экспортеров нефти на ближнем ли востоке в восточной или европе ну а как иначе так не бывает если вы не добываете сами вы платите за это больше тут как раз все по моему очевидно иван огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи